всем здрасте купил я тачку mazda 3 2008 год на механике комплектация обычная удар у нее достаточно серьезный нужно поменять стакан кто-то сказал это вообще слишком сильный удар и нереально его сделать володя нереально но я вам говорю друзья что все это реально и в принципе я даже так скажу это легко по этому проекту мы будем всплывающие вопросы решать по ходу движения этого ролика и вам буду объяснять также по ходу движения этого ролика зачем я ее вообще купил друзья я предлагаю уже начать поскорее и чтобы понять сколько мы на этой тачке заработаем погнали а а а а и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для кого-то это вообще полный мрак, ну а для меня это пустяки. Сейчас только осталось впендюрить сюда вот этот стаканчик, вот такой там красавчик. Смотрите, здесь швы все, заводик. Видно? Заводик. Здесь все заводик. Вон она. Красотень. Все. Сейчас мы вот так вот его сюда. Чебрик. И все готово. Тачка как новая. Так, ну я здесь все предварительно подготовил. Вроде, вроде. Все должно быть на своем месте. Мы сейчас ставим и прикручиваем все это дело на шурупы, на саморезы. Не будем окончательно еще пока ничего приваривать. Это естественно. Потому что нужно выставить сначала вот эти вот точки. Сейчас замерим все. У меня есть уже геометрические размеры этой машины. И только после этого мы будем уже приваривать что-либо. Ну, в общем-то, вот так вот подзакинул я. Ну, примерно стало все на своей точке. Вот оно, видите, как вот было по заводу. Так оно сейчас и встало. Но это все еще только предварительно. Предварительно сейчас я здесь кинул небольшую прикладку. Ну и соответственно здесь на шурупах вот так уже выглядит стаканчик. Ну как? Ну не красота ли, а? Ну, посмотри. Вот эту часть я специально сейчас так отогнул, чтобы она не мешала поставить точно на свое место стакан. Шовчики. Ой, красота. Здесь все заводик, заводик. Здесь никакой шпаклевочки. Все прям чу. Сейчас только перетирай. Натирай, наноси цвет. И будет вообще все четко. Короче, друзья. Сделал я накидочку. Ну, по размерам. По контрольным точкам выставил весь стакан. Все сошлось более чем идеально. Разница 1 миллиметр. Ну, вы представляете, да? Что это такое 1 миллиметр? Ну, короче говоря, это полная допустимость. 1 миллиметр от заводских размеров. Короче, стоит он прямо четко на своем месте. Без каких-либо проблем. Мы это все дело обвариваем. Я даже не буду сейчас накидывать капот, там, крыло, там, еще что-то. Выставил горизонт по нивелирчику. Ну, и диагональчики все. Все размеры по каталогу. Все. Больше ничего не надо. Обвариваем. Здесь точка. Ну, прикольно. Дело движется. Уже стакан на своем месте полностью. Уже даже обварен с силовыми такими заварками. Проварклина. Осталось только припиндюрить вот эти вот мелочи. Я их вырезал с донора. И они все в идеальнейшем состоянии. Моздень, конечно, полна вот этих вот приколов. Что кусочки все перехлест. Металл на металле лежит. Знаешь, это, конечно, очень так неудобно. Ну, а куда деваться? Куда деваться надо? Надо делать. Теперь вот этот коциночка, допустим. Вот здесь, внизу, сверху. На нее уже накладывается вот это. Это потом сверху на это все. Потом сбоку здесь. Короче, металл на металле. Слой на слой. Это кузовщина, друзья. Это кузовщина. Сейчас мы вымеряем, значит. Ну, постепенно движемся. Вымеряем, наверное, вот эту часть. И прихватываем ее тоже на свое место. Самый прикол в том, что я вообще даже не накидывал ни петли, ни капот. Я не знаю. Мы сейчас покрасим еще плюс ко всему с вами. И будет прикол. После покраски ставим детали, они вообще не подходят. Это будет жесткоч. Ладно, что же теперь. Я надеюсь, что размеры у нас верны. И все будет хорошо. Обрезать не буду. Сделаю только надпилы. Грубо говоря, метки. Вот так. Здесь вот так. А здесь как. А здесь вообще непонятно. Вот так. Ну, почти, почти. Если мы здесь сейчас прихватим на свое место. В принципе, вот это вот все точно-точно. Меж собой. Отличненько застыкуется. Вот так. из-под капотной части это будет уже последняя все сейчас я приваривал вот эти две вещи вот она видите вот это пластина в общем-то синяя проварена все здесь состыковал прям на угол чтобы к углу приварить прям вот ну а здесь эти две пластины просто меж собой вот она прям идеальненькая такая идеальненькая здесь было разорвано и растянута как мои перчатки собственно говоря короче здесь вот просто был разрыв ну а сейчас как вы можете наблюдать здесь уже все точно и теперь мы закидываем сюда только последнюю эту деталь она ставится вот сюда она закрывает полностью шовчик вот нашов и ончик видите закрывает как четко здесь здесь получается все становится вообще по заводу ну а здесь он даже попадает на свою точку которая была по заводу такая красоте все сейчас я здесь вот ее подгоняю вот ну и собственно говоря прихватываем на точке . раз-два-три и вот здесь вот рядочек ну и так вот все это должно будет уже выглядеть но не красота ли а сейчас я поставлю сюда вот на это место и вот на это дворники чтобы они уже точно идеально встали на свое место и это будет как бы заданный нам уже размер ну и все и останется все дело только прихватить ну и как бы так вот и и такая же еще крышечка есть но это крышечка легкотня здесь просто так и на ставится и все вот он полностью по своим местам прям все встает четко на свое место крутяк так я прихватываю его на болтики на то место где он будет стоять уже вечно вечно молодой вечно молодой вечно мазда так ну все красота даже чуть-чуть можно подстучать пол миллисекундочки и все четенько четенько ну самая финишная прямая просто наипрямейшая я сказал и все будет готово полный полностью все обварено можно ее снимать со стапеля затаскивать ее по красочку и задувать здесь все быстрее черненьким чтоб все горело сверкало и наконец-то мы уже с вами приподняли бабло интересно сколько она будет стоить потому что потому что в следующих сериях мы с вами разберемся есть у нее всяческие не уанцы ну а них мы поговорим чуть позже что называется а сейчас что нас касается это кузовню и надо ее доделывать ай да вова ай да молодец красота посмотрите зацените друзья а знаете о чем это говорит это говорит о том что мы закончили почти что кузовные работы сейчас мы ставим подвеску на место и снимаем ее заставить ну а перед этим давай процент что у нас здесь получилось ну посмотрите ну посмотрите ну как здесь вот ну красота же цари какой шовчик я вам здесь только вот капельку проложи резинового шовчика и все и будет все просто более чем отлично внутри помните но это конечно просто просто ли просто лежите внутри помните как на все по замято было это был просто ужас но сейчас все здесь все на месте отверстие все на месте здесь все везде совпадает стаканчик полностью на своем месте я так надеюсь ну а так в принципе все варил вот эту клещу ну вот все новый стаканчик а кто-то говорил что это невозможно друзья кузовные работы мы закончили это очень очень хорошо ну а теперь поговорим немного о этой машине эту тачку я купил за 100 тысяч рублей потому что у нее но кузов ну так себе он весь крашен ну кроме внутрянки естественно все как мы любим почем ее продать можно будет я думаю что в районе где-то 380 что-нибудь около этого мазда 3 2008 год на механике 1 и 6 посмотрим посмотрим это все будет видно чуть позже потому что цены сильно меняются и вообще не известно как она у нас получится поэтому все будет по ходу движения выясняться как бы так сказать все кузовные мы закончили теперь мы в следующей серии загоним ее в малярочку и будем разбираться уже с покрасочкой покрасим скорее всего стакан и чтобы она у нас уже передвигалась и пришла огромная гора запчастей посмотрим какого они качества подходят они вообще все это будет видно и все это будет следующей серии друзья я же буду с вами прощаться делитесь этим видео с друзьями чтобы было всем очень хорошо но вы были на канале вопрос к всем пока